Боги древних тюрков Жизнь на Земле зародилась из хаоса. Об этом мы говорили на прошлом уроке. А как же появились люди, человечество? Давайте посмотрим, как, согласно тюркой мифологии, зародились люди на Земле. После вселенской катастрофы первыми из великого хаоса возникли голубое небо и бурая земля, а между ними появилось человечество. «Владыка неба, верховный бог Тенгри, установил миропорядок для всего сущего, для солнца и луны, звезд и комет, для всех стихий, действующих на Земле и вне ее. И для людей великий Тенгри раз и навсегда создал законы, по которым все люди подчиняются богам на небе и каганам на Земле. И как боги мудро и справедливо вершат судьбы человеческие, так и каганы должны печься о народе своем». В этом мифе нам с вами встретилось незнакомое слово «каганы». Давайте посмотрим, что оно означает. Итак, «каган» – это высший титул суверена в средневековой кочевой иерархии. Другими словами говоря, это хан ханов. Давайте познакомимся более подробно с самыми главными божествами тюркской мифологии. Имя Тенгри нам уже знакомо. Это верховное божество. Как он выглядит, никому неизвестно. Его только представляют исполинского размера. Все необычное, восхищающее народ, имеющее сверхъестественные способности, тюрки называли «кък» – небесное, божественное, принадлежащее Тенгри. Тенгри предстает в виде огромного великана, который ногами попирает землю, а головой поддерживает небо. Тенгри – великий воитель и покровитель военных походов. Порождение Тенгри – это земные тенгри, божества стихий – ветер, снег, дождь, грозы. На основе слова «тенгри» зародилось другое слово – «тенгрианство», которое означает «религию». Это слово является неологизмом в русском языке. Что же означает религия «тенгрианство»? В ней присутствует культ Тенгри – обожествленного неба. Связанные с культом неба народные верования уходят в глубину веков. Добро противостоит злу. Точно так же и в мифологии древних тюрков мы видим противостояние двух важных богов. Бог неба Тенгри противостоит богу подземного мира – Эрклигу. И если Тенгри помогает людям, то Эрклиг старается доставить им только несчастье. Люди никогда о нем не забывали. Эрклиг враждебен верхнему миру. Когда-то давным-давно, когда только создавался мир, Эрклиг, младший брат, хотел подчинить себе старшего брата – Тенгри. Но у него ничего не получилось. Эрклиг стал просить Тенгри дать ему кусочек земли. Хотя бы столько, сколько окажется под его посохом. Он воткнул свой посох в землю и вынул его. Через дыру вылезли кабан, змея, лягушка и другие гады. С ними же пришли в мир заразные болезни. Эрклиг сказал – будьте врагами человеку. Сам же быстро скользнул через дыру в Нижний мир. Разгневался Тенгри и запретил Эрклигу появляться там, где светит солнце. Несмотря на все это, люди благодарили подземного бога. Ведь Эрклиг научил тюрков кузнечному делу. Самым важным даром Эрклига стала смерть. Это кажется странным, что такой дар считается благим. Но ведь когда-то первые люди и животные были бессмертными и заполнили весь мир. Тогда мудрый ворон предложил Эрклигу даровать людям смерть. Подземный бог выпустил дух смерти из своего дворца. Смерть была справедлива. Через равные сроки она приходила к людям и животным, птицам и рыбам. Теперь они знали, сколько лет и дней им отпущено. И снова жизнь превратилась в ад. Ожидание дня смерти. Надо было задобрить Эрклига. Ему приносили жертвы. А сейчас мы узнаем причину некоторых поверьей. Например, почему нельзя держать дома битую посуду. Поскольку в подземном мире все наоборот, то и жертвоприношения Эрклигу совершались по ночам. Посуда, вещи, оружие должны были быть сломаны. В подземном мире все это вновь становилось целым. Потому живые не должны были пользоваться битой посудой или иными ущербными вещами. Все это уже принадлежит Эрклигу, богу подземного мира мертвых, мира злых, черных духов. Если люди забывали приносить жертвы Эрклигу, то гнев его был страшен. Через земные щели в мир людей проникали страшные болезни. Верховным женским божеством у древних тюрков считалась Умай. Это супруга Тенгри, богиня плодородия. По радуге спускалась она с неба к людям. В руке ее был золотой лук. Из этого лука она разила всех врагов людей на земле. Но Умай бывает и грозной. Это случается в те моменты, когда она вместе со своим мужем Тенгри покровительствует военным походом. Однако главная задача Умай – это оберегать матерей и их детей. В руке у нее золотая чаша. По мифологии древних тюрков в руках Умай держала золотую чашу. В ней, в освященном молоке, содержались души детей. Самое главное, что мы с вами должны запомнить – Умай – это божественный свет. В переводе имя Умай означает «лебедь». Лебедь может летать в небе, ходить по земле, плавать по воде. Считалось, что Умай принимала участие в сотворении мира. Богиня Умай – как олицетворение конечного земного существования. В древние времена, когда не было ничего, кроме Великого океана, по его поверхности плавала Умай-лебедь. Однажды она нырнула глубоко и достала со дна землю, из которой и выросли горы, реки, растения и животные. Говорят, именно лебедь снесла яйцо, из которого вылупился этот мир. Умай – волшебная птица, тень которой овевала избранников судьбы и приносила ему дачу и славу. Поэтому тюрки никогда не убивали лебедей. Самое важное для каждого человека – это его родная земля. Почему? Ответ на этот вопрос тоже кроется в легенде. Жерсу – наследство предков. Это место обитания потомков. Земля не принадлежит живущим, которые только пользуются ее дарами. Настоящие владители и хранители родины, духи предков и те, кто придет после живущих. Вот почему нельзя дарить или продавать родную землю. Им некуда будет прийти. Помимо тех богов, о которых мы говорили сегодня на уроке, в тенгрианстве почитались и другие боги. Хурса – сын солнца, небесный бог. Барс – бог справедливости, судья среди богов. Он изображался в виде снежного барса. Барин – бог войны. Кубар, Джил, Сокол. Именно с этими именами вы будете встречаться, когда продолжите знакомство с мифами древних тюрков. По материалам сегодняшнего урока я вам предлагаю ответить на вопрос. Необходимо отметить богов тюркской мифологии, связанных родственными узами. Тенгри, Эрклик, Умай, Жерсум. Хочу заметить, что возможно несколько вариантов. Давайте проверим себя. Итак, боги тюркской мифологии, связанные родственными узами – это вариант А, вариант Б, вариант С. Тенгри, Эрклик, Умай. А теперь обратите внимание на текст. Необходимо в этом тексте пропуски заменить словами. Великий Тенгри создал для людей и установил, породил Тенгри земные божества. Обратите внимание, здесь вы должны вставить четыре слова. Эти божества помогают кому? Супруга Тенгри покровительствует. В руках она держит. Изображается богиня в виде... Давайте проверим нашу выполненную работу. Конечно, задание было очень сложным. Для того, чтобы его выполнить, необходимо было систематизировать весь прослушанный материал сегодня на уроке. Итак, проверяем. Великий Тенгри создал для людей государственность и установил законы. Породил Тенгри земные божества – ветер, снег, дождь и грозу. Эти божества помогают человеку. Супруга Тенгри Умай покровительствует детям и их матерям. В руках она держит золотую чашу. Изображается богиня в виде красивой женщины. Я уверена, что многие из вас успешно выполнили это задание. На этом наш урок подошел к концу. Мы сегодня на уроке узнали о богах древних тюрков, какие функции они выполняли и выяснили, каким образом, согласно мифам, появилось человечество на Земле. Успехов вам во всем и всегда. До новой встречи! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова